Дорогие братья и сестры, в прошлое воскресенье утром я проповедовал в церкви Алексея Алексеевича Коломийцева. Вы знаете, он бывал у нас здесь не раз и выступал перед студентами, проповедовал в церкви. Я первый раз в его церкви был, и хочу сказать, что она меня впечатлила. Но впечатлила не тем, что здания на тысячу мест, очень удобные сиденья, не тем, что в этой церкви телетрансляция, кажется, в 36 стран мира служения, и не тем, что там оборудование специальное, только стоимость 50 тысяч долларов один пульт телевизионный, и не тем, что прекрасно поет хор. Эта церковь меня впечатлила вот каким обстоятельством. Вы знаете, когда я вышел проповедовать Слово Божие, я обратил внимание, что практически 90% людей открыли Библии и открыли свои тетради. И причем неважно, что пожилые люди там, пожилых-то, собственно, не так много, из 700 членов 300 – это молодежь. Но люди среднего возраста и молодежь, само собой, у всех открыты тетради, у всех открыты Библии, и все записывают что-то вот по ходу служения. И я понял, что это церковь, которая уделяет очень серьезное внимание Слову Божьему. И это серьезное отношение к Слову Божию проявляется вот в этом факте, что люди не просто сидят, слушают, и потом уходят, поблагодарив Господа за то, что они были слушателями, а вспомнить им потом нечего. Почему? Потому что любой человек запоминает всего 5% из того, что он услышит. Но когда человек запишет нечто, тогда этот процент повышается и очень-очень значительно. Вот это меня впечатлило необыкновенно, я скажу. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы очень серьезно относились к нашей христианской жизни, и особенно к задаче быть учениками Господа Иисуса Христа. Вы знаете, мы – ученики в школе Иисуса. Если вы просмотрите Новый Завет, то, мне кажется, слово «христианин» встречается намного реже, чем слово «ученик». Христос, обращаясь к апостолам, говорил им, «Все узнают, что вы – мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И очень часто Слово Божие по отношению к апостолам употребляет это слово «ученик». Вспомните Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна было написано тогда, когда уже апостол Иоанн был, ну, в таком довольно зрелом возрасте. Уже много лет прошло после вознесения Иисуса Христа. Уже были написаны три Евангелия – Матфея, Марка и Луки. И вот теперь Иоанн ставит точку в написании Евангелия. Он серьезный человек и завершает свое Евангелие он так, послушайте. «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Оказывается, уже зрелый апостол, пастырь ни одной церкви, он себя продолжал считать учеником Иисуса Христа. Братья и сестры, мы навечно пока на земле являемся учениками Господа Иисуса Христа. Нам никогда не выдадут здесь на земле аттестатов зрелости, что мы окончили успешно школу Христа. Я хотел бы, чтобы мы осознали вот эту великую ответственность и честь. Нам многому нужно учиться. Нам нужно учиться свидетельствовать. Нам нужно учиться терпению, любви, отношению к Слову Божию. Нам нужно учиться молитве. Есть много вещей, которым мы будем учиться всю нашу жизнь. И слава Богу, что мы в какой-то мере продвигнулись в этом направлении. Вот после окончания этого служения у нас перерывы, будет еще новое служение, когда мы будем снова изучать доктрины Библии. Вчера на Чесском собрании я подчеркивал, насколько это важная вещь. Если кто-то думает, ну, мне это не обязательно, я и так все знаю. Ошибаетесь. Завтра вы встретите свидетелей Иеговы или Мормона, или представителей других не совсем верных христианских направлений. Они вам зададут вопросы. Если вы на них не ответите, вы будете отвечать за это перед Богом. Потому что это был удобный случай открыть человеку истину, но вы ее не открыли, потому что не знали. Не знали, потому что не захотели. Поверьте, дорогие друзья, учиться не всегда приятно. Если вы возьмете школьников, то лишь незначительный процент школьников идут на учебу с охотой. Многие идут, потому что надо, потому что папа с мамой говорят, и потому что вообще без этой бумажки, без аттестата на работу никуда не возьмут. Если бы мы детям предложили, хотели бы они отдыхать, или бы хотели бы учиться, ответ заранее известный. Все дети бы сказали, ну, конечно, учиться. Вечные каникулы гораздо лучше, чем недели обучения в школе. Мне думается, иногда и мы, как дети Божьи, ведем себя подобно таким ученикам. Учиться? О нет, позвольте. Вы нам скажите, такие проповеди, которые нас вдохновляют, такие проповеди, которые нас утешают, такие проповеди, ну, которые еще какой-то благоприятный эффект на нас оказывают того, что касается напряжения, исследования текстов, что касается вот таких вещей, как авторитетность Писания, или свойства Бога передаваемые, непередаваемые, Божьи провидения, избранные. Зачем нам это нужно? Пусть этим занимаются богословы. Братья и сестры, мы должны быть учениками Христа. Об этом я сегодня буду проповедовать. Мы читаем с вами 10 главу. Мы уже начали ее читать. Она рассказывает о том, как наш Господь расширяет свое служение. В 9 главе он послал 12 учеников на проповедь. И вот проходит время, он еще другую группу посылает на проповедь. И все это происходит сравнительно незадолго до того, как наш Господь должен завершить земную жизнь. Господь торопился, чтобы многие люди услышали весть Евангелия, чтобы для них был ясен вот тот подвиг, который он совершит в Иерусалиме. Итак, мы читаем. После сего избрал Господь других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда он хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как акцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, никого по дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите мир дому сему, и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся там больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу, скажите, и прах, прилипший к вам от вашего города, отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие, сказывая вам, что Содому в день онны будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись, но и Тиру и Сидон отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешийся, до ад занезвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, и отвергающийся меня отвергается пославшего. Братья и сестры, вы видите, что ученики нуждались в наставлении Христа. Они должны были быть свидетелями о Христе и о Евангелии. И понятно, что вот те знания, которыми они располагали, наверное, этих знаний не было бы достаточно. Христос им давал конкретные инструкции, как они должны отправиться вот в эти дома и свидетельствовать о Евангелии, Царстве Божием. Если вы посмотрите в девятую главу Евангелия от Луки и сравните наставления апостолов с наставлением двенадцати учеников, то вы увидите, что эти наставления аналогичны. Как вы думаете, почему? Неужели Христос не мог что-то новенького сказать? Предложить какие-то новые идеи, новые методы евангелизации? Почему Христос повторяет сам себя? Братья и сестры, речь идет вот о чем. Что методы благовестия остаются неизменными или лучше сказать, должны оставаться неизменными. Если бы только Христос знал, что в этих методах, его методах, есть какой-то недостаток, или вот двенадцать учеников не справились с своим заданием, потому что им не доставало каких-то новых приемов, конечно, Господь бы уточнил, и эти семьи отправились с какими-то новыми поручениями. Методы Христа неизменны, они универсальны. И нам это важно знать жителям двадцать первого века. Потому что сегодня не для всех христиан Писание является неизменным авторитетом. Вот нам кажется, что на этих малых или вот на этих церковных группах мы говорим совершенно лишние слова. Авторитет Писания. Да кому неизвестно, что Писание авторитет? Братья и сестры, знаете, что то, чем болеет Запад, сегодня мы будем болеть завтра. Там далеко не все церкви исповедуют авторитет Писания. Они говорят, вот то, что сказал Христос, было хорошо для того времени. В современной культуре все способы, которые предложил Иисус для благовестия, больше не работают. И такие люди говорят, мы должны взять современные методы на вооружение. Наша проповедь не должна никого задевать. Наша проповедь должна развлекать людей. Еще будет лучше, если эта проповедь станет короткой. Мы должны извлекать прибыль от наших прихожан. И мы должны говорить, не утверждая истину, а подвергая ее сомнению, задавать как можно больше вопросов. Потому что людям, видите ли, не нравится, когда кто-то говорит убежденно и ясно и говорит, что так сказал Бог, это истина вне времени. Многих людей это оскорбляет. Они говорят, это же не современно. Библия была написана две тысячи лет назад, но мы-то живем в эпоху ядерных реакторов и ракет, в эпоху небывало научно-технического прогресса. Неужели вы считаете, что эта книга обязывает нас чему-то? Я говорю в Носледском собрании, что теперь в некоторых отступничных церквах на Западе стало принято некоторыми проповедниками употреблять в проповеди ненормативную лексику. Считается, вроде бы, это располагает людей больше к проповеднику. Это называется таким термином, как констектуализация. Люди скажут, вот этот человек наш парень, он понимает наши проблемы. А результат самый страшный. Братья и сестры, мы должны присмотреться к этим методам Христа, они работают, они будут работать, пока существует этот мир. Видите, лейтмотивом этого наставления Христа являются идеи жатвы. И под жатвой Христос имел в виду спасение людей, которые готовы к этому, которых уже Господь как бы побуждает искать спасение. И вы знаете, жатвы – это довольно короткое и очень ответственное время. Как в нашем народе говорят, день год кормит. И в это время работают от зари до зари. Даже дети и беременные женщины привлекаются к жатве, потому что нельзя ничего упустить. И вот только в контексте идеи жатвы можно правильно понять наставление Христа. Мы уже говорили о двух наставлениях ученикам, о молитве и мудрости, и теперь рассмотрим остальные шесть. Первое. Будьте зависимы только от Господа. Господь сказал, не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви. Братья и сестры, мешок – это кошелек. Ну, не имеется в виду мешок, в который мы затариваем картофель. Нет. Раньше деньги носили в таких мешочках. Сума – это что-то типа рюкзака древнего, куда складывали пищу, одежду какую-то. Ну, обувь – речь идет не о сандалиях, а о закрытой обуви. Так что Господь сказал Своим ученикам, не берите ничего. Любой путешественник, он бы категорически не согласился с Иисусом. Как отправляться в путешествие и не взять с собой денег? Как отправляться в путешествие и не взять с собой рюкзака? Быть зависим от людей, от их расположения? Нет, увольте, лучше иметь что-то свое, лучше не зависеть от людей. Но Господь подчеркнул, что не берите. Это был категорический приказ ученика. Для чего это дал Господь это повеление? Опять-таки, чтобы ученики научились зависеть в своем служении не от людей, не от их доброты, а исключительно от Господа. На вечере, на последний вечере тайный Господь скажет ученикам, вот когда я вас посылал без мешка, без сумы и без обуви, скажите, вы в чем-нибудь нуждались? И ученики сказали, нет, нам всего хватало, мы ни разу не были голодными, сандалии у нас не порвались, деньги нам не понадобились, все было отлично. Таким образом, ученики узнали заботу Христа, что Он, хотя видимо не присутствует с ними, но невидимо, Он сопровождает их, и Он удовлетворяет все их нужды. Дорогие друзья, быть зависимым от Господа это важный урок, который преподает нам, ученикам своим Господь. Помните, я как-то рассказывал вам, как юный проповедник Спержин обратился к своему деду с вопросом, дед, вот когда мне нужно проповедовать, я чувствую, что я стою на берегу пролива Ла-Манши, должен его в плавь переплыть, а у меня силы нет. И на это дед ему ответил, сынок, когда ты потеряешь это чувство, знай, что тебя оставил Святой Дух. Братья и сестры, мы должны испытывать постоянную зависимость от Бога, когда мы несем кому-то свидетельство, не уповать на нашу мудрость, и не уповать, но этот человек имеет высшее образование, уж конечно он может разобраться в том, что я ему скажу, нет, уповайте на Христа, потому что только он может открыть человеку ум к разумению Писания, только он может открыть человеку глаза на грех и нужду в Боге. Будьте зависимыми только от Господа. Второе поучение, которое здесь мы находим, не отвлекайтесь на посторонние вещи. Господь сказал, никого по дороге не приветствуйте. Четвертый стих. Братья и сестры, что это значит? Неужели Господь был против обыкновенной приветливости, против вежливого кивка головою «Здравствуйте, всего вам доброго». Нужно знать восточный контекст этого события. Один из историков написал интересную справку. Если встречаются два араба одного ранга, они протягивают друг другу правую руку и в рукопожатии поднимают их, как будто бы для поцелуя. Затем они разжимают руки и целуют свою руку вместо руки друга, затем кладут ее на лоб один другому, потом они целуют друг друга в бороду и благодарят Бога за то, что Он дал им возможность встретиться. После этого они молятся Всевышнему друг за друга, иногда они пожимают руки и целуются не менее десяти раз. Можете себе представить, что если бы ученики отвлекались на эти мероприятия, а, конечно, на дороге они могли бы встретить не одного, а десяток путников, и с каждым путником нужно было бы так приветствоваться, они бы никогда не выполнили поручение, которое им дал Господь, а поручение это жатва. Время не ждет, погода может испортиться, жатва пропадет, воры могут расхитить жатву, ученики должны были спешить выполнить это главное поручение, которое им дает Господь, найти тех, кто примет Евангелие Божие, и они не имели права отвлекаться на какие-то посторонние вещи. Дорогие братья и сестры, разве это повеление Христа не относится и к нам? В нашем свидетельстве людям разве мы не должны соблюдать тот же принцип, не терять главные цели, не отвлекаться на второстепенные вещи в нашем благовестии? А такие второстепенные вещи, к сожалению, и есть. Апостол Павел просит Тимофея, чтобы он увещевал некоторых в Ефесе, чтобы они не занимались баснями и родословиями, которые производят споры. Вот это лишние вещи. Когда вы встречаетесь с человеком и начинаете ему говорить, а знаешь, вот моя вера баптистка, она лучше, чем твоя, вот, и называете вероисповедание другого человека. Конечно, в ответ вам посыпется колкости, обвинения и так далее. Это лишние вещи. Вступать в споры и говорить, наша церковь лучше, наше служение лучше, наши люди лучше, а у вас вот такие. Это недопустимая вещь благовестия. Братья и сестры, наша задача возвестить людям Евангелие, рассказать о Христе и ничто не должно нас увести в сторону от этой важной цели. Помните, я рассказывал о свидетельстве брата Виктора Гончаренко, он был тогда президентом миссии Гедеон в нашей стране, и вот он рассказывал, как он пришел в школу для того, чтобы распространять новые заветы, а директор сказал, чтобы никакой агитации сектантской не было. Он говорит, не будет. И вот он вошел в класс и спросил детей, дети, кто из вас верующий, кто из вас крещеный. Ну и поднялось, конечно, очень много рук, почти весь класс, и тогда он сказал, а там еще были мусульмане, и тогда он сказал, я буду говорить только крещеным, я вам хочу объяснить, что такое крест. И вот он нарисовал крест, православный крест, и стал объяснять его смысл, что видите, вот эта перекладина маленькая, на ней было написано имя человека, который был распят, а был распят Иисус Назарей, царь иудейский, он рассказывал о Христе, а вот видите, это косая перекладинка, и одна часть показывает вверх, а другая показывает вниз. Это значит, что люди должны принять решение, идти им в рай, или идти им в ад. И от того, уверуют ли они во Христа, который пролил за них драгоценную кровь, будет зависеть их вечная участь. И он спросил, вы поняли дети? Поняли, кричат. А учительница, которая так это переживала за эту агитацию. Она говорит, детки, всем родителям расскажите, что значит крест. Я, говорит, только теперь поняла это. Ну, хорошо, там вопросы поднялись. А скажите, а вот какую нужно молитву творить? Какому святому нужно молиться? А какие молитвы нравятся Деве Марии? Вы знаете, довольно щекотливые вопросы для евангельского верующего. И вот что сделал этот служитель. он сказал, я знаю ответы на эти вопросы, но представьте себе, завтра придет к вам другой человек и будет рассказывать что-то иное. И вы будете в растерянности, а вот я вам подарю Евангелие, вы его прочитаете, и там вы найдете ответы на ваши вопросы. Каким святым нужно молиться, какие свечки нужно ставить, какие праздники надо праздновать? Я подумал, действительно очень мудрый ответ, очень мудрый совет. Этот брат не стал ввязываться вот в эти споры, он не отвлекался на посторонние вещи, его главная цель была, чтобы дети взяли Евангелие и его прочитали. Вот так и мы не должны отвлекаться ни на какие второстепенные вещи и детали. Наша задача людям сказать о Христе, что он умер за грешников. Третий совет. Ищите заинтересованных людей. И в какой дом войдете, сперва говорите мир дому сему, и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Братья и сестры, вы помните анализ Иисуса Христа, анализ, который он дал относительно человеческих сердец. Он говорит, некоторые человеческие сердца похожи на почву при дороге, хорошо утоптанную ногами людей. Понятно, если семя упадет туда, оно не может быть, оно не прорастет, его поклюют птицы. У других сердца похожи на каменистую почву, где немного земли. и семя, которое прорастает, не может никак развить корни, и поэтому во время дневного жара все засыхает. А есть почва тернистая, туда попадает семя, и тернии заглушают его. И есть также добрая почва, которая принимает семя, в котором оно пускает глубокие корни, затем приносит плод. Увидите, четыре вида людей, из них только одна пригодная для Евангелия. У нас очень мало времени и сил, чтобы мы могли пытаться разбить вот эту каменистую почву, могли ее взрыхлить. У нас ограниченные возможности, мы должны искать людей, у которых вот уже приготовленные Божьей благодатью почва. И вот Христос сказал своим ученикам, будьте нацелены на таких людей, а как их найти? Ответ такой, в какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему. Это вот такой опознавательный сигнал учеников Господа Иисуса Христа. Слово шалом, мир, ну, было привычно в еврейской культуре. Знаете, Господь использовал это простое слово, как вот такой опознавательный сигнал. Вы знаете, когда воздушное судно летит, оно подает такой сигнал, я свой, я свой, и системы противоракетной обороны пропускают это воздушное судно. если только оно не подает этого сигнала, все, беда. Вот знаете, для таких ищущих Евангелие и спасение людей, вот Господь как раз и предложил этот сигнал. Вы скажите, мир дому сему. И тот человек, который настоятельно ищет мира с Богом, тот человек, который ищет спасение, он сразу отреагирует на это слово и заинтересуется, а что вы сказали, а почему вы мне пожелали этот мир, а как вы узнали, что я в этом мире нуждаюсь, пожалуйста, пройдите, я хочу с вами поговорить, вы мне симпатичны. Дорогие друзья, вы знаете, мы можем воспользоваться этим советом Иисуса Христа и такими вот знаковыми словами у нас могут быть и те же самые слова, вот мир вам допустим, но в нашей культуре это звучит необычно, но есть другие слова, когда вы произнесете допустим слово Бог, скажете слава Богу, какой хороший день нам Господь подарил, если человек посмотрит вам в глаза и вас спросит вы верите в Бога, то вот тогда вы почувствуете, что это его зацепило, что скорее всего это сын мира, потому что он проявил интерес, или допустим вы скажете о Христе, или зададите вопрос, а являетесь ли вы христианином, а уверены ли вы, что после вашей смерти вы окажетесь на небесах, и если эти вопросы зацепят человека, значит это тот, кого вам посылает Господь навстречу. Будет ли таких людей много? Нет. Таких людей было мало, будет мало. Почему? Христос Сам сказал, широки врата, пространен путь, и многие идут в погибель. Многие не хотят даже говорить о том, о чем вы хотели бы сказать. И наоборот, узкие врата и узок путь, и немногие их находят. Но наша обязанность говорить всем, с кем Господь нам позволяет встретиться. И, конечно, если только человек отреагирует положительно на эти сигналы, тогда мы должны молитвой, с молитвой говорить о Христе. И говорить дружелюбно, потому что в этом разговоре большое значение имеет наша интонация, большое значение имеет, смотрим ли мы человеку в глаза, или мы куда-то мимо смотрим его. Дружелюбно ли вы в нашем разговоре или нет. Так что ищите заинтересованных людей, не сосредотачивайтесь на тех, кто вдруг начинает возмущаться, бросать обвинения в ваш агресс, вот сектанты тут ходят, все, это не ваше, вам и Бог не посылает, идите туда, где вас ожидает эта душа. Четвертый совет, будьте неприхотливы. В доме житом оставайтесь, ешьте, пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом, если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Братья и сестры, жатва требует именно такого состояния, неприхотливости. И в самом деле, когда идет жатва, люди часто ночуют в поле неделями, они стремятся максимально использовать время, чтобы убрать урожай. И тот, кто любит поспать, кто любит понежиться на постели, тот, конечно, растеряет всю свою жатву. Вот мы, как ученики Христа, мы не должны быть людьми привередливыми. Когда мы встречаемся с людьми, мы можем быть приглашенными в их дом, может быть, жилища, как-то нам не очень понравится, все обшарпано, неприветливо, дико, вам могут предложить чай и нальют его в грязную посуду, но сделают это от души, ну, такие люди. И вот здесь Господь испытывает нас, насколько мы повередливы. Помните, как-то здесь выступали братья из Германии, рассказывали, как они в Африке были, и африканцы им приготовили любимое кушанье, почку свежую, которую в моче они настояли и потом еще сварили. Можете себе представить, для европейцев это вообще, если бы эти братья немцы были бы привередливыми, у них бы не получилось этого контакта с туземцами. А для туземцев было важно, разделят ли они с ними пищу. Если да, это наши друзья, если нет, это посторонние для них люди. Братья и сестры, мы должны быть чувствительны к людям, мы должны принимать их такими, какие они есть. И Христос сказал, не переходите из дома в дом. Это значит, что если ученики встретятся вот с таким явлением, наподобие африканской истории, они не должны бежать искать другую квартиру получше. Нет, будьте здесь, примите людей с их странностями, раз они откликнулись послушать вас, всем остальным пренебрегайте, не покажите, что вам что-то не нравится в них. Пятое, свидетельствуйте словом, свидетельствуйте делом и словом. Вот что сказал Иисус буквально, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Порядок слов очень интересный. Сначала вы сделаете доброе дело, а потом уже говорите. Дорогие друзья, вы видите, что здесь используется этот принцип, который затем Тереза Калькутская передаст следующим предложением проповедуйте и когда нужно используйте слова. Помните Матфея 5,16 досветит свет ваш пред людьми, то есть свет добрых дел, дабы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. И похожее утверждение вы найдете также и в послании апостола Петра. Чтобы мы оказывали добро, и тогда люди прославят Бога в день посещения. Вы знаете, иногда мы спешим говорить слова, когда есть возможность говорить делами. Я думаю, что мы не должны этого упустить, потому что дела чаще говорят громче слов. Они показывают, что мы не какие-то религиозные болтуны, но мы действительно люди, любящие тех, к кому обращаемся. И вот когда мы покажем доброе дело, тогда уже могут идти в ход слова. Понятно, что только апостолам была дана эта уникальная власть исцелять всех подряд. Я рад бы, чтобы у меня была такая власть или у кого-то из братьев, но не дает Господь. Ну, значит ли это, что теперь мы в этом смысле ограничены? Да нет же, дорогие друзья, если мы не можем исцелить больного, разве не можем больному потать стакан с водой или таблетку, или просто поговорить с ним, погладить его руку, посмотреть ему в глаза. Мы можем это делать. И поверьте, это будет такое же важное дело, как если бы мы исцелили человека. Так что обязательно нужно оказать добро, а уже после этого Христос говорит, проповедуйте, что приблизилось в Царстве Божием. Это очень важная весть для людей. Дело в том, что каждый человек с момента своего рождения уже прописан в Царстве Сатаны. А Царство Сатаны это ужасное Царство. Это Царство, в которое люди порабощены похотью. Здесь и любовь к славе, это одна из видов вот такой похоти. Затем это идут блудные похоти, это ненависть, это горечь, непрощение и так далее. И весь мир буквально повязан этой похотью. Это то, чем Сатана держит своих людей в этом Царстве. Это Царство не только Царство порабощения похотью, это Царство обмана. Обман буквально пропитал все человечество. И в нашем народе есть такая поговорка «Не обманешь, не проживешь». Царство Сатаны это Царство вражды против Божьей истины. Царство Сатаны это Царство гибели, о нем Христос сказал о дьяволе, что он есть вор и убийца. И вот мы возвещаем пленникам этого Царства, гражданам этого Царства, которые нас приняли по милости Божьей, мы им говорим, к вам приблизилось Царствие Божие. Вы теперь можете перейти из этого Царства Сатаны, из-под власти Сатаны, под власть Бога, как покаянием, верой в Господа Иисуса Христа. А Царство Божие это Божья власть в сердце прежде всего. И когда Бог царствует в вашем сердце, тогда в вашем сердце будет праведность, мир и радость. Эти очень важные три составляющие счастливой жизни. Счастливым может быть только праведным человек, праведный человек. Иметь мир с Богом может праведный человек, радоваться может праведный человек. Так вот здесь очень такой простой выбор. С одной стороны это царство тьмы, мрака, отчаяния, зла, похоти, и с другой стороны царство свободы, от греха, царство Божие. Вот здесь нам нужно свидетельствовать. Приблизилось царствие Божие. Мы не должны говорить, как один, я слышал однажды проповедник выступая, говорил, вы знаете, как трудно войти в царствие Божие. Лишь некоторые, некоторые люди могут туда идти, а в основном все туда не идут. И не идут только лишь потому, что препятствий так много и так далее, и так далее. Вы знаете, Христос не говорил ученикам, нагоните побольше жути и страха на людей. Нет. Его обращение или его совет ученикам был следующий, говорите о том, что Царствие Божие близко, ты можешь быть спасен прямо сейчас. Прямо сейчас можешь стать гражданином этого Царства. Тебе не нужно ожидать долго и долго всего, все, что ты должен сделать, это совершить покаяние. Я думаю, этот совет Христа сегодня можете применить и вы, дорогие друзья, если вы еще не покаялись. Сегодня от имени Христа я свидетельствую вам, что необыкновенно близко к вам Царствие Божие. Оно рядом с вами. Попросите у Бога прощения, попросите Его, чтобы Он взял вас за руку и перевел в это Царство возлюбленного Сына Своего. И, наконец, Господь сказал, что мы должны предупреждать тех, кто противится Евангелию о последствиях их противления. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдите на улицу, скажите, и прах, прилипший к вам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знаете, что приблизилось к вам Царствие Божие, сказываю вам, что Содому вонный день будет отрадней, нежели горду тому. Дорогие братья и сестры, Содом и Гамора также, это были города, которые отличались страшной распущенностью, и их постигла ужасная кара, огонь с неба попалил их. Вы знаете эту историю? И Господь сказал, что содомляне, которые сразу ушли в ад, они будут себя чувствовать несколько лучше, чем израильтяне, которые никогда не грешили этим грехом, которые каждую субботу приходили в синагогу и слушали Слово Божие, которые молились, не пили водку, не играли в карты. Почему? Вы знаете, тяжесть вины определяется вот чем. Если вы слышали Слово Благодати, которое не слышали другие, на вас возлагается большая ответственность, чем на остальных людей. В аду будет разное наказание. Эти люди, которые слышали Евангелие и повернулись к нему спиной, они пожнут очень тяжкие страдания. Вот этот символический жест, когда ученики должны были отрясти прах с их обуви, он означал, что вы пренебрегли вашей ценностью, или лучше сказать, что вы себя уподобили праху земному, и Бог отвергнет вас точно так же, как отвергается вот прилившая пыль к сандалиям апостольским. Вы будете брошены в ад, для вас, вам не будет никакого снисхождения, раз вы сами обесценили себя до праха. Братья и сестры, я иногда думаю вот о чем. Вот наша церковь в преображении, как мне кажется, Господь дал нам особое благословение, иметь прекрасных служителей, прекрасных проповедников. Вы знаете, далеко не каждая церковь имеет это счастье слушать хорошую проповедь, полноценную проповедь Слова Божьего. Я думаю, что тот, кто оставляет церковь в преображении, тот, кто после такого духовного пира уходит питаться рожками мира сего, он достоит, чтобы вот этот прах был бы отресен и в его сторону. Дорогие друзья, пользуйтесь этой милостью Божьей, не отвергайте ее, возьмитесь за нее руками веры и скажите Господь, я хочу быть послушным Тебе. Мы подходим к заключительному моменту нашего служения, к молитве. Я хотел бы, чтобы мы молились вот о чем. Во-первых, мы, дети Божьи, просили бы у Господа, чтобы Он помог нам быть Его учениками, Его свидетелями в этом мире, чтобы эту божественную инструкцию мы приняли к нашему сердцу и постарались жить по ней. Нам ничего нового не нужно. Нам нужно только жить по Слову Иисуса Христа. И те, кто знали и слышали, что Евангелие было обращено к вам, я прошу, помолитесь, попросите у Бога прощения, по окончанию служения, вы можете подойти к любому из служителей, чтобы вместе с Ним помолиться, поговорить, чтобы быть наставленным на том, как нужно обрести это удивительное Царствие Божие. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Господь наш, сердечно благодарим Тебя за этот чудный день, который Ты нам подарил. Благодарим Тебя за пение, молитвы, за слово, в котором Ты снова наставлял нас и напоминал нам о том, что мы Твои ученики и будем такими, пока живем на этой земле. и просим Тебя, Господи, учи нас жить высокой духовной жизнью, учи нас быть Твоими свидетелями, учи нас понимать Твое слово, учи нас общаться, учи нас говорить о Тебе. Господь, мы просим Тебя из-за тех, кому сегодня ясно стало, что он должен покаяться. Пусть, Господи, он войдет сегодня в Царствие Твое, которое так близко от Него, даже не на расстоянии вытянуты руки, близко, очень близко к сердцу. Господь, мы просим Тебя, чтобы верой этот человек вошел в Твое Царство, призвал Тебя, как Господа и Спасителя, и покорил свою волю Тебе. Помоги нам, мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Продолжение следует...